СНГ не будет расформировано. Об этом стало известно на заседании Совета глав государств СНГ, который завершился в столице Кыргызстана меньше часа назад. Участие в нем принял президент Казахстана Нашултан Назарбаев. С подробностями Дания Рамазанов. Саммит СНГ на уровне глав государств проводится в Кыргызстане уже в третий раз. Предыдущие прошли в 1992 и 2008 годах. Но к этой юбилейной встрече на высшем уровне официально Бишкек подготовился особенно тщательно. Более трех тысяч полицейских мобилизовали для укрепления безопасности на улицах столицы. На новый асфальт нанесли свежую разметку, установили высокие заборы вдоль главных дорог и трассы, ведущие в город из аэропорта. В воздушной гавани Манас казахстанский борт номер один приземлился во второй половине дня. Отведав традиционных баурсаков у трапа самолета, Нурсултан Назарбаев направился прямиком в госрезиденцию Аларча, которая, кстати, к проведению саммита также преобразилась. На особо охраняемой территории буквально за полгода отстроили новый дом приемов, который журналисты тут же переименовали в юрту приемов. Семь президентов из 11, остальные страны представляют главы и члены правительств. В повестке дня 15 документов к подписанию и столько же вопросов к обсуждению. Четвертьвековой юбилей – это не только повод подвести итоги, но и время обдумать перспективы. Один из важнейших вопросов этого обсуждения – реформирование СНГ. Актуальность предложения Нурсултана Назарбаева в последние годы становится все более очевидной. Казахстан предлагает актуализировать пакет мер по стимулированию экономического развития стран СНГ. Если специалисты подумают, можно этот вопрос решить, создавая условия взаимопроникновения экономик, создавая условия для свободной торговли. Второе. Важную роль в развитии стран СНГ в современных условиях играет эффективное использование транспортно-транзитного потенциала. Мы, все государство СНГ, являемся очень важной территорией, частью транзитного потенциала между Азией, Европой и с севера на юг тоже. Но каждая страна решает этот вопрос сам. Наблюдается дублирование и несогласованность между странами по реализуемым крупным транспортно-транспортным проектам. По-моему, если мы договоримся, СНГ мог бы взять за это, чтобы координировать нашу политику в этой области на пользу всем нам. Необходима постоянная работа по совершенствованию деятельности нашей организации и обеспечению его функциональной гибкости. Такая трансформация, веление времени и разговоры об этом в экспертном сообществе идут уже не первый год. Причем мнения звучат прямо противоположные. От полной ликвидации объединения до расширения его функций и полномочий. Первоначально основополагающие документы принимались на заседания глав государства СНГ. А потом постепенно, когда уже это объединение показало свою аморфность и так далее, начали появляться уже другие объединения в составе. Это как Таможенный союз, Евразийский экономический союз, ОДКБ и так далее. 25 лет это история, конечно, капли моря. Мне кажется, нормально идет. Но есть проблема. Мне кажется, СНГ остается, потому что это политический союз. У каждого объединение есть свои цели и задачи. Евразийский экономический. Таможенный союз, это все таможенные часто захватывают. И другие и так далее. При всем разнообразии региональных объединений СНГ лидирует по количеству членов государств, имеющих общую почти 70-летнюю историю. Потому большая часть экономистов и политологов считают, что Содружество все еще остается той площадкой, где все эти государства могут встретиться и обсудить имеющиеся вопросы. А вопросов накопилось немало. Борьба с терроризмом и экстремизмом, в том числе в информационном пространстве, межрегиональное сотрудничество и культурное взаимодействие. Кстати, юбилей, как оказалось, сегодня отмечает не только СНГ. Среди участников также были именинники. В заключение хочу поздравить уважаемого Алапсиха Шаршинша. Уже приближается время. С юбилеем 60-летнего дня рождения. Надо было с этого начинать вообще. Собрались люди и пожелать ему крепкого здоровья, дальнейших успехов, очень сложной, важной деятельности на благо братского нашего кыргызского народа. В следующем году азербайджанский город Гянджа станет культурной столицей СНГ. На всем пространстве объединения 2017 объявлен годом семьи, а 2018 годом культуры. Дания Рамазанов, Ержан Канапияулу, Жану Захпорамбаев и Алмасу Маргалиев. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Кыргызстан, Бишкек. Итоги дня.